Приветствую вас, дорогая церковь, дорогие братья и сёстры. Слава Богу за это вечернее время, что мы можем собираться все вместе, молиться нашему Богу, обращаться к Нему с нашими нуждами. Он отвечает, Он слышит нас, отвечает на наши молитвы. Я сегодня с вами хотела поговорить о такую тему и помолиться потом. В Слове Божьем, в Библии есть такая притча, Господь говорит такую притчу о двух строителях. Один построил свой дом на песке, и пошли воды, пошел дождь, и этот дом был разрушен. И второй человек, он тоже построил свой дом на скале, на камне, и пошел дождь, пошли воды, и этот дом устоял. Я бы хотела поговорить с вами о том, почему, казалось бы, в одинаковых условиях люди находились, одинаковые испытания к ним пришли. Почему? Один человек, он стоял твердо, его дом стоял, как камень твердо, а другой человек, он не смог устоять. Казалось бы, такие же обстоятельства, ничем не отличающиеся. Но этот человек, его дом был разрушен, говорится в притче. Если на свою жизнь мы переведем, то человек потерпел кораблекрушение в вере, проходя эти испытания, проходя эти трудности, разочаровался, опустил руки, пришло какое-то уныние к нему. Давайте прочитаем прямо вот эту притчу, потому что в самой этой притче, в самом Слове Божьем, мы там и ответ увидим на этот вопрос. Давайте откроем с вами Матфея, 7 глава, 24 стиха. Это притча о двух строителях. Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Здесь, знаете, есть самый важный ответ на этот вопрос. Почему один дом стоял, один человек устоял в трудные времена, а другой человек упал, он не смог устоять, другой дом упал. Ну или человек, если мы будем говорить о себе, он упал, и не смог перенести эти испытания. Хотя испытания одни и те же. Пошел дождь, потекли реки, один упал, а другой устоял. И вот здесь написано, что два человека, и кто слушает слова Мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И 26 стих. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Было два человека, они оба слушали слово Господне, слышали его, принимали его для себя. Но разница заключается лишь в том, что когда пришли трудные времена, когда пришли испытания, один человек, он поступал по слову Божьему, а второй человек, он не исполнял слово Божье. Он для себя решил, что я буду поступать так, как я считаю нужным. И порой, когда человек не исполняет волю Божью, но ходит какими-то своими путями, он в своих глазах, он кажется таким умным, возможно, каким-то, знаете, оригинальным, что все так вот делают, а я пойду своим путем. Но Господь, Он здесь говорит, что человек безрассудный, который слушает Мое Слово и не исполняет его, человек безрассудный, который построил дом свой на песке. И написано, что пошел дождь, потекли реки, разлились реки, подули ветры, налегли на дом тот, и он упал, и падение его было великое. Скорее всего, если мы в своей жизни терпим крушение веры, как-то теряем надежду, не видим помощи от Бога, разочаровываемся, может быть, даже в Боге. Основная причина – это то, что мы ходили своими путями, а не исполняли то слово, которое Бог нам заповедал. И если бы мы шли по пути Божьему, то мы никогда бы не испытали, возможно, падение. Какое-то крушение, даже тут написано – великое падение. А тот человек, который слушает слова Господня и исполняет их, кажется, что порой даже эти испытания, они как-то не касаются человека. Человек живет, он видит эти испытания, он находится в них, но кажется, что они сильно не касаются его. И порой даже видишь, что этот человек, он укрепляется в этих испытаниях, он выходит еще более крепким. Они мало того, что не навредили, они его еще и укрепили. Они его испытали, и они его укрепили. Этот дом крепкий, он до сих пор стоит, и до сих пор слава Богу. И, дорогие братья и сестры, моя молитва сегодня о том, я хотела попросить, чтобы мы с вами молились о том, чтобы мы укрепляли наше основание, чтобы мы укреплялись в Боге, потому что времена, все видят, что непростые. Уже несколько лет мы переживаем то одно испытание извне, то другое испытание извне. И какие-то внутри себя у нас проблемы бывают, возможно, в семье, возможно, с детьми, возможно, с своими супругами, возможно, с родителями. Еще всякие испытания мы проходим. Я бы хотела молиться, чтобы мы в этих испытаниях не опускали руки, не ходили своими путями, не искали какой-то своей воли, но чтобы мы укреплялись в Боге. И когда нам сложно, когда нам трудно, когда мы, возможно, сталкиваемся с очень серьезной ситуацией, чтобы мы всегда поступали по Его Слову. Потому что здесь в Слове Божьем написано, что человек, который ходит путями Божьими, который слышит Слово Божье и исполняет Его, он подобен дому, который стоит на камне. И пусть сегодня наша жизнь, она стоит на камне, на Иисусе Христе, на нашем Господе, и чтобы мы укреплялись всегда в Нем. И давайте с вами прочитаем еще одно местописание, Луки, 22 глава, с 39 стиха. Наш Господь Иисус Христос, Он оставил нам пример. У Него жизнь, она тоже была нелегкая, скажем так, мягко говоря. И вот здесь написано одно из мест, как Господь, Он проходил эти трудности, самые страшные трудности, это когда Он уже молился Богу перед распятием. И вышед с 39 стиха. И вышед, подошел по обыкновению на гору Елеонску, за ним последовали и ученики его. Пришед же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вершине камня и, преклонив колено, молился, говоря, «Отче, ой, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля будет, но твоя!» Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прилежнее молился и был под его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящим от печали. И сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Вот 44 стих. «Находясь в барении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю». Дорогая церковь, сегодня Господь Иисус Христос, Он одержал победу, Он даровал эту победу нам, Он даровал победу своей церкви. И Он написал в Слове Своем, что «Создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее». Господь сегодня видит нас крепкими, сильными. Господь видит нас сегодня настолько сильными, чтобы мы не только сами смогли устоять в этих испытаниях, но чтобы наша вера, наша твердость была такой сильной, чтобы мы могли и другим людям в этих испытаниях помогать и служить. И давайте будем молиться. Аллилуйя, дорогой Господь. Благодарим, славим Тебя, Боже мой. Благодарим Тебя, Господь, великий Царь превознесенный Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Боже мой, за каждый день нашей жизни, Бог мой. Мы так благодарны Тебе, Господь, что Ты заботишься, Боже мой, что Ты крепко держишь нас своей руке господь мы так благодарны тебе господь что сегодня только тобой мы движемся и существуем бог мой и мы знаем господь что все сегодня что не происходило бы в нашей жизни не происходило бы вокруг нас господи ты все знаешь господь ты есть начало ты есть конец ты все контролируешь все в твоих руках бог мой я прошу тебя боже мой во имя сына твоего иисуса христа я прошу тебя господи помоги нам боже мой не отклоняться не налево не направо боже мой но всегда следовать Твоими путями. Я прошу Тебя, Господи, дай нам этой мудрости, Боже мой, всегда укрепляться Тобой, Боже мой. Искать силу в Тебе, Господи, искать все ответы в Тебе, Бог мой Иисус. Я прошу Тебя, Бог мой, прошу Тебя, Господь, укрепи, пожалуйста, укрепи, Господь, помоги нам, Господь, быть такими сильными в Тебе, Боже мой, чтобы мы, Господь, не только сами спаслись, как головня из огня, Боже мой, но чтобы мы были настолько крепкими, чтобы наша вера, Господи, в Тебя была настолько крепкой, чтобы наше основание было настолько крепким, чтобы мы, Боже мой, могли также поддерживать тех людей, которые сегодня рядом с нами находятся, наши близкие, наши знакомые, Боже мой. Чтобы мы могли поддерживать тех людей, которые сегодня хотят найти эту защиту, хотят найти это утешение, Боже мой. Помоги, Господь, быть Твоим светом, Боже мой, быть Твоей солью, Боже мой, потому что только в Тебе мы можем найти покой, Господи. Потому что только в Тебе мы можем найти мир, Бог мой. Только в Тебе мы можем быть крепкими и сильными, Боже мой. Я прошу Тебя, Господи, благослови, благослови, Боже мой, благослови каждого из нас, Господи, потому что Ты назвал нас сегодня своей церковью, Бог мой. Ты сегодня, Господи, надеешься на нас, Господи, Ты сегодня рассчитываешь на нас, Господи. И пусть мы будем сильны в Тебе, Господь, пусть мы будем крепки в Тебе, Бог мой. Я прошу Тебя, Господи, благослови укрепляться, Господь, Твоим Словом, Боже мой. Благослови, Господь, укрепляться общением с Тобой, молитвы Тебе, Господи. Помоги укрепляться, Господи, общением с церковью Твоей, Бог мой, быть в единстве с церковью, Господи. Укрепляться, Господи, общением с братьями, с сёстрами Иисус. Прошу, Боже мой, благослови великий Бог. Также, Боже мой, хочу сегодня молиться, просить за тех людей, которые, возможно, потерпели какое-то кораблекрушение в вере, Боже мой. Возможно, Господи, они сегодня опустили руки, потеряли какую-то надежду. И, возможно, их вера, она как-то покачнулась, Господи. Я прошу Тебя, Господи, укрепи, укрепи мой Бог. Прошу Тебя, Господи, прости мой Иисус. Помоги, Господь, признать свои ошибки, Боже мой, не ходить больше теми путями, Боже мой, которые Ты не заповедал, Господи. Благослови, Господь, всегда ходить Твоими путями, мой Иисус. Я прошу Тебя, Господь, прости, укрепи, восстанови мой Бог, чтобы мы, Господь, вместе были в одних рядах, Боже мой, служили для Тебя, Господи, служили для Твоего Царствия, Боже мой. Великий Бог, превознесённый, славим Тебя, Господь, превозносим, Иисус. Прошу Тебя, Господи, благослови, сделай нас сильными в Тебе, Иисус. И как однажды, Боже мой, мы нашли в Тебе утешение, нашли в Тебе покой, нашли в Тебе защиту, Боже мой, в Твоей Церкви. Пусть, Господь, ещё многие-многие люди, Господь, приходят и находят, Господь, этот мир у Твоих ног. И благослови нас, Господь, чтобы мы также могли служить этим людям, Боже, мы были крепкими и непоколебимыми в вере, Господь, Тебе. За всё Тебя славим, за всё Тебя благодарим, превозносим, наш дорогой чудный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. С миром Божьим, дорогая Церковь.